Добрый вечер, я диспетчер. Зашибись, моя золотая, зашибись. Это сильная шутка, надо запомнить ее в компанию. Буду врываться теперь с этой фразы. Добрый вечер, я диспетчер. Видели? Влюбился кто-то. Прямо на лбу выскочил. А вы говорите... Под бок от топ я прям кайфую со стиля домашнего. Привет, привет огромный, привет. А давай сегодня поугараем. Ну, слушайте, смотрите. Угорать возможно, но только когда дочь не спит. Ну, в общем, дочери рядом нет. Здравствуй, здравствуй, Настя. Сколько майки лет? Здорово, Жек, как обстановочка вообще у тебя? Слушай, Темочка, привет, дорогой. Нормально все вроде. Опять голову помыл. Я не знаю, с какими мужиками вы живете. Вы так постоянно удивляетесь тому, что я каждый день купаюсь. Мне вас жаль, правда, жаль. Ваши мужики не каждый день купаются. Ну, это хрен знает. Ну, Жень, боишься старости? Не, не боюсь. По словам огромного количества сидящих в моем эфире людей, я уже старый. Привет, привет огромный. Я же, хватит, я говорю, хватит, я сказал тебе. Ерундой заниматься, хватит, я сказал. Точенька, ваша спит, спокойная ночи. Спасибо огромное, да, спит. Мой два раза в день. Два раза в день тоже мыться, но нежелательно. На нашей же коже тоже образуются определенные бактерии, которые, ну, помогают нашей коже бороться с другими бактериями. Если ты будешь по пять раз на дню мыться, ты просто смываешь их. И в связи с этим и кожа стареет, и сохнет, и поры забиваются. Поэтому здесь тоже нужно, ну, какую-то грязь. Если я не ошибаюсь. Но я так предполагаю, что у меня здесь сидит огромное количество дерматологов. Они сейчас вам расскажут более подробно. Ты больше не снимаешь квартиру? Нет, я не снимаю квартиру, я сегодня снял дом. Прикольно? Помните, я вам говорил, дом, дом я хочу, помните? Как спит ночь дочка? Отлично. Встает, надевает такие босоножки под крадули. С такой накладкой из металла. И чечетку отбивает. Не четко, но зато чечетка. Помните, я вам говорил, с Глебом не общайся. С Глебом. Ребят, забудьте про Глеба. Мне вообще плевать. Но я не знаю, кто такая Настя. Я не знаю, кто такой Глеб. Забудьте, пожалуйста. Не надо писать мне про это. Слушайте. Покажи дочь. Еще тебе показать что? Дом намного лучше. Шашлык. Шашлык это же не самое главное в этой жизни. Короче, вот постоянно все спрашивают. Женек, ну что вот у тебя жизнь такая вот? Ты вот тут, то себя, то туда, тебя, то сюда тебя кидает. Ну что, мои золотые? Что вам сказать? Снял дом. Шестьсот пятьдесят квадратных метров. Что, что? Еще раз. Еще раз. Что, что? Еще раз. Снял дом шестьсот пятьдесят квадратных метров. Так, Жень, скажи, пожалуйста, а земля есть рядом с домом? Да, земля есть один гектар. Что, что, что? Подожди одну секундочку, Жень. Ты снял дом шестьсот пятьдесят квадратных метров в тридцати пяти километрах от Москвы. И у тебя еще гектар земли? Да. Вы спрашиваете, что на этом гектаре земли? У меня свой пруд. С песком. Я могу в нем купаться. У меня сад из яблок. У меня шестиметровый ворота, который открывается с пульта и колючая проволока поверху. И везде по периметру стоит видеокамера. А еще рядом с моим домом стоит храм. Что, что, Женя? Жень, привет. А вроде бы писали, твоя мамочка, вашу дочь уже показывал в инстинкции. Ну, на заборе тоже пишут. Привет. Да. Я не шучу. Я не шучу. Сегодня ездил. Кто пишет, что прикол тянет? Давай поспорим на сто тысяч рублей. Готово? Кто со мной готов поспорить на сто тысяч рублей? Что я сегодня снял такой дом? Ну, давайте, смельчаки. Вы же пишете здесь, что? Там шутят, там прикалываются. На сто тысяч рублей. Вот здесь в присутствии трехсот семидесяти человек. Для чего у тебя такой большой дом? Да какая вам разница, для чего у меня такой большой дом? Хочу большой дом. Имею возможность снимать огромный дом. Вот хочу большой дом. Буду ходить там, как барин. Один гектар земли. Один гектар земли. Я? Что я? Анастасия. Ты готова на сто тысяч поспорить? То есть ты, подожди. Я готова. Мелкая тоже. Кто готов? Подожди. Мелкая. Анастасия готова и мелкая. Девочки. Смотрите. Я сейчас сделаю скриншот. Мы с вами спорим в присутствии всех людей. Завтра я еду в этот дом. Не завтра, послезавтра. Завтра я скину документы, чтобы договор купли, ой, не купли, продажи, а аренды. Ну, уже задаток отдал я. Но я его уже снял. Послезавтра я вам показываю документы, которые вписаны, что я арендую дом. Столько-то квадратных метров. Такая-то земля. У такого-то, такого-то человека. Ну, его паспортные данные свои я не буду показывать. И вот послезавтра вы мне переводите. Вот вас уже Анастасия. Мелкая Давынова по 100 тысяч. Уже 200 тысяч. Дальше что? Снял. Конечно, снял. Я же сказал. Вот. Так, подожди. Кто еще? Хочу дома, пока сижу. 200 тысяч. Вот пока два человека. Вы готовы спорить? Я сделаю скриншот. Я сейчас после эфира выложу ваши контакты. В этом. В этом. Как называется? Где выкладываются сторис. В общем, у себя. Отмечу ваши страницы. И через два дня. Девочки, я жду от вас 200 тысяч рублей. Ну, с каждой по 100. Надо покупать, а не снимать. Да, блядь. Сука, ты что купила в этой жизни? Покупать надо. Такие вы тоже умники. Я усыкаюсь с вас. Вы, блядь, порадуетесь. Скажите, Женька, молодец, классно. Блин, так рада за тебя. Вы начинаете это. Жалить. Вы что? Почему? Порхайте, порхайте. Мелкая. Куда ты там готова, блядь? Успокойся. Готова ты. На что ты там готова? Мелкая, если ты готова, давай переводи 100 тысяч рублей мне сейчас. 100 тысяч рублей. Послезавтра я предъявляю доказательства и себе оставляю эти деньги, чтобы не получилось так, что я показываю доказательства, а ты бах и слилась. И тебя свет не свет. А я никуда скрыться не могу. Вот он я. Я везде открытый. Готова так? Долго там готова? Да это не то слово, слышишь? Готова она, блядь, сидит на аватарке в очках. Почему через два дня, дочки, если ты говоришь, уже снял? А почему через два дня, доки, если ты говоришь, что уже снял? Ну, потому что документы надо подготовить. Я уже отдал задаток, уже все. Ну, мы уже там, там уже 100%. Договор просто нужно грамотно составить и все. Сегодня какое у нас? 16-е? Завтра 17-е. 18-е. Вот 18-го Саша прилетает. И 19-го я, кстати, тоже там уже буду. В доме. Так что, кстати. Переводи, он на них снимет. Ага, ну я понял тебя, хорошо. Я с квартиры съехал уже. Моника как? Ничего не буду. Зачем спорить? Снял и снял. Не, ну ты же сомневаешься? Я же сказал, давай поспорим на деньги. Ты мне написал, я готова поспорить. Сейчас ты мне пишешь, зачем спорить? Блядь, девочки. Две секунды. Выходит, ну вы... Я понимаю, что вы девочки. Вы привыкли за свои слова не отвечать. То есть, ну вы такие, типа, пернули и пошли дальше. Вот. Я... Вы давайте начинайте уже. Ну, все-таки... Вы если что-то говорите, то несите это до конца. А то, знаешь, вы привыкли. Ой, блядь, я случайно. Ой. Да я не это имела в виду. Лет. Вот это я там, знаете, простой пацан. Я там рукой махнул и забыл. А можете попасться на таких людей, которые, блядь, последние заберут. Понимаете? Поэтому... Будьте аккуратны. Сейчас очень тяжелое время. Вот. Рум-тур будет. Будет, будет, будет. До сентября месяца. Женя, 19-го крещения, сразу в пруду можно искупаться. Я так и сделаю. Я так и сделаю. Кстати. Вот 19-го числа все. Вот 19-го числа я сделаю рум-тур. Если вам интересно. Вот. Кстати, точно. В пруд. Там все замерзло, правда. Озеро замерзло. Но мы сделаем прорубь. Кстати, 19-го числа точно. Мы там и мясо пожарим. Да. Съехала с квартиры. Не хочу. Мы сегодня с дочкой туда ездили. Она такая счастливая. Там такая большая территория. 6,5 гектар. Ну, забор. Там внутри много чего. Всего интересного. Там даже тир есть. Она такая счастливая. Там две собаки. Маленькие такие, знаете, на лис похожи. Я забыл, как порода называется. Но они прям малыши. Я не такие хорошенькие. Квартиру хорошую снимал. Лучшая квартира у меня еще впереди, моя золотая. Где деньги-то взял, сидя дома? Слушай. Пусть поправляется. Нет, собаки мне не достанутся, потому что там еще живет на этой территории, живет распорядительный человек, который следит за хозяйством. Это его собаки. Жень, привет. Моему мужу развели на 350к. Будьте очень внимательны. Представляются работниками фабанка по системе безопасности. Хорошо. Спасибо огромное. Хорошо. Я смеюсь не над тем, что вас распорядка. Я не знаю. Спасибо. 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 Ну, бог тебе судья, моя золотая. Да, потому что сами ни хера не могут, а в чужие кошельки это да, привет скажем, какие вы наивные, вроде везде говорят, ну, слушайте, везде, везде, я вот тоже, тоже говорю о том, что, блядь, я тоже недавно, вот что мне, когда я унитаз сломал, меня тоже. Спасибо. Спасибо. Спасибо, парни. Я с вами абсолютно откровен, честен и открыт, и откровенен, и поэтому все, что вы здесь пишете, об этом, обо всем здесь уже все знают, потому что я сам об этом говорю. Да, это жесть вообще, НАТО, люди, блядь же, представляешь, она зашла, вот пизданутая зашла и проверяет меня, блядь, незнакомого человека на сайте. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Это несчастные женщины их называют И вот она значит пишет Ребенок без головы Вот такое сообщение пишет Я ей пишу Но иногда я отвечаю таким людям Я ей пишу Судя по тому, что вы Я правда этого не понимаю Ну то есть мне сложно это понять И вот И это вы знаете Это вот Эти истории, которые я рассказываю Они больше направлены людям В частности женщинам Которые постоянно задаются вопросом Почему я не показываю своего ребенка Майя, подожди, очень серьезный разговор Майя, подожди, говорю серьезный разговор Смотрите, понимаете Мой вам совет Как можно дольше Сохраните это ваше Это ваше Что-то такое Это принадлежит только вам Это такое интимное Это такое сокровенное Это такое хрупкое Оставьте это Внутри семьи Вы не представляете, что пишут Просто Я просто Мне порой Я с удовольствием бы Выкладывал бы в сторис То, что мне пишут Мне Мне пишут женщины Вот хотите прикол Мне пишут женщины По-моему, вот Месяц назад было Тоже, блядь Двадцать семь внуков Вот так Как белками облепленная Сидит на фотографии В очках Муж рядом там стоит Такой Что ж она мне написала Блядь, я сейчас просто сформулирую Она мне написала Что-то про Твою дочь У тебя на спине Иметь будут Вот, блядь Вы можете себе представить Женщина пишет Блядь Вы Объясните мне, пожалуйста Жень, ты в Сашкиной футболке? Блядь Я в Сашкиной футболке Это важно Что в данный момент В твоей жизни сейчас поменялось Что-то изменилось в твоей жизни? Вот ты сейчас, блядь Получила ответ на свой вопрос Дальше что? Был первый вопрос С твоей стороны Давай вот будем с тобой Развивать эту тему Жень, ты в Сашкиной футболке? Да, в Сашиной футболке Дальше что? Дальше Я жду от тебя Дальше Я тебе больше скажу Я еще и в Сашиной квартире Следствие ввелись Леонидом Куни Это ужас Так что так грубо Отвечаешь тебе вопрос Задавать уже нельзя Заблокировано Иди, блядь Мужа своего воспитывай Минус соцсетей? Да, что могут сказать Всякую дрянь И знаю, что за это Вот раньше я помню Я просто Человек рожденный в Союзе В Советском Союзе Я 84-го года рождения Я застал все Я даже, блядь, октябренком был А потом все развалилось Потом она в 6 лет пошла в школу Раньше вот так что-нибудь ляпнешь Вот И морды разбивали Морды разбивали просто В такие, блядь В такие сопли разбивали просто А сегодня Что хочу-то верчу Я просто Я никогда в жизни Ни одному человеку не написал Чего-то плохого Негативного В комментариях Я вообще не пишу комментарии Если уж Ну на то пошло Вообще не пишу комментарии Ну, людям Я могу ответить На какой-то комментарий Написанный На моей странице Под моей фотографии Иногда могу ответить Ну, или то, что касается меня Я вообще не понимаю Зайти к человеку Написать Такую гадость Жень, привет из Дагестана Привет огромное Мне так нравится Дочка Лера Кудрявцева Слушать Это хорошо Молодец А ты, блин, лучше Фу, пишут Я мужу изменила Вы что, тёлки С ума сошли Измена Это подло Давай в эфир Какой Будь здоров Что, нажрался опять? Гомна всякого Болеешь Сидишь Девочки Второй раз Задаю вам вопрос Скажите, пожалуйста Зачем писать Плохое По стороннюю учебку Это не от большого ума Книги читайте лучше Не пришить Не отрезать У меня к вам вопрос Если у вас Ещё раз Задаю вопрос Танулик Привет огромный Если у вас Среди ваших знакомых Женщины Мужчины От 50 и выше Которые немножко У нас, Саша Никак дела Мы разводимся Никак Ну, никак вообще Просто Чужие люди Друг другу Если у вас люди Которые нуждаются В помощи Которые Потеряли Всяческий смысл В этой жизни Которые опустили руки Которые Которые Давным-давно Уже не видят Свет Есть ли у вас Такие люди Как у вас Саша Дела Никак Мы разводимся Нахер Чужие люди Жека Ты лучше Она же пишет Я обожаю Таню Обожаю Я понял Таню Понял Таню Есть у вас Такие люди Вы знаете Живут же В подъездах По мусоркам Лазят Есть такие люди Дайте пожалуйста Мне их координаты Я их заберу к себе Думаю нет таких В смысле нет таких У нас полстраны Таких Нет таких Слышишь пишет Нет таких Ты что все кто попал А как это связано Стоять Ничего не пишите Нет Я не пишу Что у вас Конкретно Из родственников Я говорю о том Что мало ли Может быть Вы видите В подъезде живет На лестничной площадке У мусорки Постоянно там Ковыряется что-то Но вы же живете Где-то живете Вы в каком-то В каком-то Вы в Нарнии живете Вы не встречаете Таких людей Которым тяжело По жизни Я не говорю о том Что ваши родственники Подождите Этот Где она Все кто попал Ты что все кто попал Олечка Давай будем развивать С тобой тему Как это связано Что я попал в секту Когда я спрашиваю О том что Я ищу таких людей Которым я Хочу Помочь Ты мне пишешь Ты что все кто попал Сразу хочу вас предупредить Желательно Чтоб у людей Не было Никакого Блять имущества В вакууме Живут 100% Никакого имущества Чтоб потом не писали Что мы там что-то Блять Бедолаг Вот прям бедолаг Которые отчаялись уже Которые вот они Вот ну вот Все Вот они на краю стоят Есть такие у вас люди Зачем они тебе Не важно Вообще Вас это не должно касаться Зачем они мне Вообще Никого не должно Это касаться Я спрашиваю Если у вас такие Если у вас такие люди есть Передайте им Что есть Ты принимаешь наркотики Я блокирую таких Долбоебов Так Есть такой человек Город Чехов Мы заберем его Еще раз блять Заблокировано А заблокировано уже С трех вокзалов Сидишь там Помню Нет Мне с трех вокзалов Не надо Я вам объясню Короче прикол Смотрите Я тоже думал Взять оттуда Но Бомжи Попрошайки Которые находятся На вокзале Ну во-первых Это чьи-то уже люди Это поставленные люди Просто так Ты туда не придешь Деньги не будешь собирать Это мафия Второе Они все лжецы Они все обманщики Они мать родную продадут Поэтому мне такие не нужны Мне нужны люди Еще раз повторю Которые уже Человек хочет помочь Опять до махали Я блять тоже не понимаю Я вот хочу Мне будут нужны Такие люди Передать этим людям Я даю жилье Я даю еду Я даю возможность работать И в конце еще будет приз Земля И небольшой домик Официально все По документам И даже если у этих людей Нет паспорта Документов Мы все восстановим Если к тебе То забери меня Женька как дочку Зовут Маша По-разному Сегодня Маша Завтра Кристина Во Львове Есть одна бабуля Но чуть Бабуля какая бабуля Она ну такая живчик Или прям еле-еле ходит Вот который еле-еле-еле ходит Такие не нужны Вот Нужны все равно активные Меня забери Я понял тебя Анастасия Набираешь команду Огород копать Ну да Агипта Агипта Э Э Э Э Бля Пусть люди думают Что я тебя бью Вот с таким размах Я по ноге себе бил Наш красное Жень Многим это нравится Збродяжничать Я поэтому говорю Да Потом с вокзала Не заберешь людей Знаете чем они Какое у них преимущество Перед нами Они свободны Понимаете А мы нет Мы в системе Внутри системы А они свободны Лупанул Да я себя по ноге бил Опять выпить любит Она выпить любит Вот она пить бросит Не будет она пить Жень привет У меня отец безработный И пьющий Ничем помочь не могу ему Мама с папой в разводе Он пошел не по той дороге По 50 Он вообще активный Без паспорта Без работы Напиши мне в директ Пожалуйста А мне интересно Саша до 18 лет Будет скрывать свою дочь Мы уже это Обсудили этот вопрос Каха бомжа Тоже хотел перевоспитать И ничего не вышло Мне не надо перевоспитывать бомжей Я еще раз повторяю Если вы меня не слышите Я повторю еще раз Я так предполагаю Что я похож на попугаев В какой-то момент Я повторяю еще раз Люди С вокзала Бомжи Яш Мне не нужны Мне нужны нормальные Непьющие Люди Которые отчаялись В этой жизни Просто отчаялись Все Охуй Закрываю с вами тему Не хочу с вами разговаривать Вы как-то невозможно Просто с вами А потом знаете А потом люди удивляются Почему мир такой стал Да потому что Блядь Никому уже Ничего не хочется рассказывать Ничего не хочется Блядь Хочется помочь Уже блядь Помогать не хочется никому С вашим отношением С вашей реакцией Ладно Похер Все Напишите У кого есть такие люди Просто напишите мне в директ Я посмотрю Вот и Пообщаюсь И приедем за каждым Каждого заберу Лично приеду Вот Яша в прямой эфир хочет Да А это звездочка Он знает Что его любит Да Ухи Вот такие Ухи мои сладкие Не пьющие работают Ну Пьющие не нужны Випивающие Ради бога Пожалуйста Ну не пьющие Не алкашня Ради бога Дам тебе сейчас по хребальнику. Говорю, не ори, говна кусок. И ты тоже издуйди. Я говорю, с рулей. К сожалению, кто отчался, совсем практически это люди пьющие. Ну хорошо, пусть пьющие. Все, ладно, закрыли тему. Все, неинтересно. Закрыли. Я вспомнил просто. У меня сейчас в голову. Я пока с вами разговаривал, мне в голову пришло. Ты спишь? Спишь? Ну спи, блин. Я совсем забыл. Я пока с вами разговаривал, мне в голову пришла идея, что нужно просто обращаться в организации социальные, в службы социальные. Я думаю, что у них на карандаше такие люди. Тих! Я лучше к ним обращусь. Все, спасибо огромное всем. Все, что я говорил, выше, это все так. Шутка и болтовня. Давайте дальше. Псы? Псы потрясающие. Я, кстати, Яшку заберу. Будет со мной жить в доме. Будешь со мной жить? Иди-ка. Ко мне, иди-ка. Иди ко мне, иди-ка. Ко мне, иди-ка, быстро. Раз. Два. Три. Жопу подотри. И кошек ненавижу. Глеб жемчуга вылечился и женился. Только написать про службу хотел. Да, да, да. Много слов очень. Слушайте, много слов, потому что я к вам очень хорошо отношусь. Я знаю, что с вами можно решить любую проблему и получить ответ на любой вопрос. Поэтому я обращаюсь к вам. Ну, если вы считаете, что я много говорю, ну, хорошо. Окей. Женя, подписано на парня, который так людям помогает скинуть его. Нет, мне неинтересно. Парень, который помогает людям. У меня кот засрал весь дух. Фу, блядь, коты, фу, мерзопакостные животные. Просто отвратительные. Еще моча у них такая вонючая. Женя, извини за вопрос, если не секрет. Дом снять сейчас дорого стоит. Еще раз извини. Все относительно. Если будет еще свадьба, у тебя тихо пройдет или будешь шикарно? Нет. Привет, привет, Лизка, привет. Она? Нет. Я уеду куда-нибудь. Думаешь подстричься? Нет, не думаю об этом. Пусть растут волосы. Танюш, а что тебе мои волосы? Я понять не могу. Шикарные волосы. Супер. О своих планах лучше молчать. Сами говорите, сокровенно молчат. В чем я сейчас разве рассказывал о своих планах? Я просто спросил, есть ли у вас люди, которым нужна помощь? Блядь, при чем здесь мои планы? Как вообще вот эту, блядь, находите связку? Очень странно. Какие планы? Я вам что-то рассказал, что ли? Я рассказал, для чего они мне нужны. Что я с ними буду делать? Нет, по-моему, не рассказывал. В чем здесь планы? Подарили Мите велосипед. Он очень на вас похож. Спасибо огромное. Отчет принят. Продолжайте службу. Красивый. Я знаю, спасибо. Просто непривычно, я понял тебя. Женька, привет, любимчик. Спасибо огромное. Нет. До какого срока люди такие искать будешь? Да сколько человек ограничено? Здесь человек мне нужен. На Казманова похож с такой прической. И Саул, и Саул. Домой хотел же поехать к родителям. Отменяется, потому что сейчас будет другим заниматься чуть-чуть. Каждая подумала свою бабу. Бро, вахтой нормально? Нормально. У тебя есть хобби? Да, есть. Велосипед похож. Кто похож? Велосипед? Тебе парень со своими дегенератами, злоким пучей. Ну, люблю, люблю. Ну, не могу. Ну, вот люблю таких. Яш, улыбнись. Везовы какие-то. А вот что такое? А ну-ка, иди сюда. Дочка на руках засыпает. Люди, когда задать вопрос, думайте, Женя, ты бросил курить? Не, а курю. А Саша разрешит тебе в тот дом ребенка забирать? Голова, чтобы не кушать, в нее, чтобы думать, люди. На голове засыпает. Женя, да я хрен за, где Диана? Хорошая тема. То есть, ты планируешь заниматься мероприятиями больше? Не знаю, посмотрим. Привет, Женечка, чего говорил сегодня? Готовился? Ничего не готовил. Привет. Это дом терпимости будет. Какая порода собак? Мальтеза и ее, наоборот, йогшерский терьер и мальтийская баллонка. У моей мальтезки тоже глазки текут. Ребят, хватит, я прошу вас. Я вас очень прошу. Я недавно тут показал тоже Яшу. Мне столько народу написало, что глазки текут, жопа чешется, еще что-то, еще что-то. Я уже это, думаю, мальтеза, страшно уже. Уже показывать ничего не хочется. Женя, кстати, Любу можно взять как одну из этих. Возьмите. Женя, подскажи, как дать пинка людям, которые вечно занимаются и не отдают алкаши долбаные? Зачем алкашам занимать деньги? Это ваши проблемы. Это значит, что у вас мозгов нет. Продолжайте занимать алкашам. Вы сами ответили на свой вопрос. Женя, привет, как дела, как доченька? Привет, дела хорошо, дочь отлично. Но что там по поводу спора? Где все, которые готовы были спорить? Нет никого уже. Ты даешь долг людям? Нет, не даю. Сам беру периодически. Честь, как многоножка-то сильно. На лысо подстригись. Женя, еще раз напишу, в каком районе Новороссийске. Привет, привет, дорогой. Привет, привет, брат. Привет, как ты? Женя, еще раз напишу, в каком районе Новороссийске лучше снять жилье. Смотря что вы хотите. Ну, что вы хотите от Новороссийска? Вы хотите, ну, надо же понимать. А вам надо шампунь поменять. Голову чешите часто. А наши алкаши в подъезде ландируются, то в квартире. Вот давайте мне адрес, я их заберу к себе. По поводу шампуня. Хорошо. Я мужчина, я не разбираюсь в этом во всем. Баба нужна, которая во всем этом понимает. Мне нет времени. Вот еще одна, блядь, пришла. Послушайте, девочки, присаживайтесь. Зачем... Сейчас, я даже ее голосом прочитаю. Зачем выходить в эфир, уже агрессивно настроенным. И толку ни о чем не говорить. Смысл таких эфиров. Иди спать уже. Блядь, ты что, блядь? Кобыла гонишь, что ли, блядь? Не упадет. Стоебище, блядь, перепутало. Давай, иди, шуруй. Пришла туда. К моим ланям парнокопытным. Красавицам моим. К моим девочкам, блин, благородным. Пришла сюда. Слышь, хромая, блядь. Как тебя сюда занесло вообще? В наше стадо. С ума сошла? Отбилось, что ли, блядь? От этих, блядь. От обездоленных вот этих, блядь. Полудохлых коз. Как ты думаешь... Как ты думаешь, голова не для того, чтобы шапку носить? Я шапку, что нахуй курицу ноги мою? Блядь, обожаю, девки. Обожаю просто. Инстамам, привет. Биба, тоже привет большой. А в Ника привет тоже. Да нет, какую маршрутку? Это одна забрелась сюда. С ума сошла, блядь. Фу, спокойно. Да иди, слушай, блядь, иди давай. Слышишь, всю жизнь у забора терлась у нашего. Что туда бросали, то ела. А тут, блядь, ее как-то... Блядь, как-то она подвернула ногу, перевалилась к нам на участок. Иди обратно. Пришла сюда. Тебе уже написала, вон, девочка. Пошла нахуй, ноги помой. Пришла сюда с грязными ногами. Слышь, ну мы, конечно, тут уничтожаем сильника. Мне, знаете, что смешно? Мне смешно, что девки тоже, блядь, на нее пошла нахуй. Жень, как тебе город Одинцово, что можно сказать? Прислушайте, прикольный город, кстати. Я жил там, с Гобозовым, я помню. Они думают, если сможет, как дочь... А, ну да-да-да-да-да, вакцинированная. Ну да, здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Вы меня постоянно спрашиваете, такой фильм посмотреть. Девочки, сейчас я вам покажу. Блядь, Усацио. Ну я люблю такое кино. Смотрите, сейчас я вам разверну. Как развернуть? Я не пью сейчас алкоголь. Ну нажрался бы, кстати. 18-го напьюсь. Саша приедет, блядь, поеду к друзьям. Нажрусь как это. Подожди, да что ж такое? Сейчас, подожди. А, вот. Смотрите. Сейчас покажу. Сейчас вам покажу, блин. Так. Блядь, как же он называется? Э, ебальник за курску. Вонючий подонок. Сейчас. А, это, короче, жадность я сегодня посмотрел. На реальных событиях. Фильм, кстати, с нами. Ебать! Слышишь ты, пидовка. Сейчас вам покажу. Беспринципный? Нет, не смотрю. Я бездальшествую. Вот он. Что за фильм? Блин, я так... Вот этот. Вот он. Главный герой. Который в Дэдпуле играл. Поняли? Офигенный. Райан Райнальдс. Актер этого зовут. Посмотрите, главный герой. Короче, фильм про... Сейчас, подождите. Фильм про чувака, который... В компьютерной игре, короче. Про компьютерную игру фильм. Я смотрел. Офигенно. Так, я объясню. Вот на ночь, вот сейчас перед сном. Я не знаю. Наука бесплатная. Вот наука сейчас бесплатная. Но он 21-го года. Всем понравится. Да, он знаете какой? Он, короче, до такой степени легкий фильм. То есть, я вообще фильмы перематываю. Я постоянно, блядь, на перемотке фильмы смотрю. Потому что, ну, я уже наперед понимаю, что там будет. Вот вы вот так ляжете, на одном дыхании его посмотрите. Ну, он такой добрый. Он, ну, классный фильм. Особенно пацанам понравится. Вот здесь пацаны есть. А, вы видели все, да? А, вот пацанам понравится. Потому что, ну, кто играл в игры, тот поймет, короче, этот. Это просто бомба. Так что там опять пишет мне? Что я ругаюсь матом? Мы только посмотрели. А, ну вот, вот видите, он на око просто вылез. Женька, дочку в садик будете водить? Да нет, сама будет ходить. Еще и в садик не водил. Он, сейчас еще где-то месяца два и все. Рюкзачок маленький, туда этот. Бутербродик. В термос чай и поперло. 60 километров. От Сашиной квартиры до дома 60 километров. Ну, недалеко. Ну, это по Киевке. Если ехать с Киевки, надо на Калужску съезжать. Если по Калужске, 35 километров от МКАД. Девятаяф, посмотрите, классный фильм. Девятаяф. Нет, российские? Нет, не хочу российский фильм смотреть. Так. Ну, вот этот вообще бомба фильм. Бомба. Вам очень понравится. Так. Из последнего. Что я еще смотрел? А, ну, Дюна я посмотрел. Ну, это так, кстати. На один раз. Так. Семь жизней недавно пересмотрел. Классный фильм. Поплакал в конце. Яш, иди. У тебя была возможность со мной сидеть? 18 вершин. Женя, посмотри фильм удовольствия. С удовольствием. Женя, сегодня уже написали про золотую тещу. А то каждый день заходит, пишет, как помогает. Мне кажется, она и пишет. Вы тоже, да, заметили, да? Постоянно заходит, вот одна и та же, пишет и говорит, боже мой, как помогает. Сериалы не смотрю. Ну, последний рубеж. Ну, да ему Борисова. Ему миллиард лет уже этому фильму. Кто ты, кто я по профессии? Знатный Говорун. Есть такая профессия. Красный диплом у меня. Золотая медаль. По совету хороший сериал. Я не смотрю сериалы. Не могу ничего сказать. Сваты семь говорят. Хороший в Грузии. Если я хочу посмотреть, посмотри. Сваты, посмотри. Ну, это же оскароносный сериал просто. Я не знаю, почему там актеры до сих пор Оскар не получили. Ну, или хотя бы, блядь, пальмовую ветвь золотую на Каннском фестивале. Саша надолго уехала. Уезжала на три дня. Уезжала на три дня. Сегодня какой шестнадцатая? Ну, вот должна восемнадцатого приехать. А, уже семнадцатая, да? Саша отдыхает, а ты в роли няни? Нет, я не в роли няни. Я являюсь отцом. Своей дочери. Я никогда не был няней для нее. Няня-то, которая приходит и уходит. А дочь со мной целыми днями. Есть женщина на примете? Нет, нету, мисс Полина Солом. Нет, нету. Нет у меня женщин. Ни на примете, ни в замете, нигде. Ничего себе, на три дня, молодец, ты хорошо смотришь. Так уже, блядь, уже десятый пошел. Она улетела седьмого числа в пять утра. Ну, считай, седьмого улетела. Седьмое, восьмое, девятое, десятое, одиннадцатое, двенадцатое, тринадцатое, четырнадцатое, пятнадцатое, шестнадцатое, семнадцатое, восемнадцатое, двенадцать. Что значит не приедет? Я там уже себе распланировал. Я же тоже не могу здесь сидеть целыми днями. Работать надо. А то тут очень многие пишут. О том, что как это я так... Где я так зарабатываю? Что дома сижу, не работаю. Надо пойти работать. Надо фотографии выкладывать. Со стройки. Завода. Чтобы нет, не было таких вопросов. И без помощи круто. Еще говорят, ты плохой. Кто говорит, что я плохой отец? Исмаилова. О чем ты говоришь? Я не вижу таких комментариев. Что я плохой отец? Что это за глупости? Никто такого не говорит. Все знают. Не приедет она Женя. Ей там круто. А в Москве забота бытовуха. Ну, значит, не приедет. Не приедет. Ну, что же теперь сделать? Ну, не приедет. Значит, переиграю свои планы. Перенесу. Может быть, что-то с дочкой смогу решить поехать. Просто с ребенком тяжело. Ехать куда-то. В смысле, блядь, не приедет она? А почему мама Саши не помогает? Да помогает, как не помогает. Целыми днями. С восьми утра до восьми вечера. Она сказала, чтобы ребенка не заразить, не приедет. Вы угораете, что ли, блядь? Сейчас я ей напишу. Между нами память и туман, ты как во сне. Жень, фильм «Жадность» за какой год? Сейчас я тебе скажу. Он, кстати, прикольный фильм. Знаете, что он про... На реальных событиях, кстати, фильм, по-моему, снял. Девятнадцатый. Две тысячи девятнадцатый. Две тысячи... Типа ангина, я не поеду. Ну, хорошо, блядь, значит, не поедет. Ну, что, я не могу понять. Ну, это же эпичное. Ну, не поедет, не поедет. Значит, я еще раз повторяю. Значит, как-то перенесу свои дела и попытаюсь там что-то как-то... Ничего страшного. Мы же люди, мы умеем договариваться. Значит, договорюсь с людьми, перенесем встречу. Ничего страшного. Просто это странно, что я об этом узнаю от вас, а не от нее. Ну, вот это для меня странно. А книгу какую посылку? В смысле она не хочет дочь заразить? О чем вы пишете, блядь? Я в сториз захожу, каждый день 63 ресторана посещается. Когда люди болеют, они лежат дома, лечатся. А что вы говорите? Что вы мне, блядь, строчитесь здесь? Я понять не могу. Сейчас я напишу и спрошу у нее. Бабы, какие нравятся тебе? Мне бабы вообще не нравятся. Мне нравятся женщины, девушки. Курочки, кисоньки, кошечки. Извини, я же. Кошечки мне не нравятся. Дианы не было, кстати. Дианы не было. На Том Круза похож? Я на Том Круза похож. Такого, под героином, который, видимо, да? Том Круз вышел с ума сошли? Том Круз красавчик. Как я могу на Том Круза быть похожим? Ну, такой уже, знаете, потасканный. Побитый жизнью Том Круз. Вот это вот история. Про книгу не ответил. Я к ней не читаю, мои золотые. Вот весь тот дар и словарный запас, которым я обладаю, я им обладаю, потому что я им нахватался из разговоров с другими людьми, но и не из книг. Я не хвастаюсь. Я считаю, что книги нужно читать. Но я пока к этому не пришел. Я не хочу себя заставлять читать книги. Не хочу выкладывать фотографии в Инстаграм о том, вот смотрите, рядом книга лежит настольная. Потому что я знаю, что, сука, никто ничего не читает. Особенно все те, кто выкладывает это все. Читать книги для красного словца, чтобы в момент, когда меня спросили о том, какую книгу я читаю, я тут же ответил. Нет. Мне пока это не интересно. Я к этому еще не пришел. Но я думаю, что обязательно приду. Женька, давай шутки какие-нибудь. Еще, блядь, одна пришла. А ты мне по почте отправила красный нос? Подруга ее с ангиной. По ресторанам такие блогеры. И по ресторанам. Хватит, слушайте. Давайте мы не будем никого обсуждать и уж тем более осуждать. Тон Круз потасканее, чем ты. Так он в лучшие... Ты как он в лучшие свои годы. Офигеть. Дианки не было сегодня? Нет, не заходила. Те она не заходила. Слышь, ну вы, конечно, молодцы, бабоньки. Я смотрю, блядь, вот это уже давно-давно стиральные машинки придумали. Но ни хера, вы не сдаетесь. Вы все любите пополоскать, переполоскать. Вот это все, блядь, всем кости, блядь, перечистить, блядь, перемыть. Вот это все вручную, все вручную. Вы, конечно, еще те. Мои женщины, блядь, это страшные создания. Страшные создания. Не в визуальном плане, а во внутреннем. В каждой женщине демон живет. А в некоторых вообще там целой семьей живут. С вами очень опасно. От мужики. Мужика вообще проблем нет. Отживешь с мужиком, приходи в Соньку Плейстешн, футбол играй. Соси, готовь. Никаких проблем нет. Наверное, я не в курсе. Я так просто. Мне друг рассказывал. Кто такая Диана? Ой, есть у нас тут девочка. Есть, есть Диана. А что-то она сегодня опять не выходит к нам. Мужики еще больше, полоскальники. Ну, слушайте, у меня нет таких друзей, с которыми мы сидим и баб получим. Мы можем что-то обсудить, поражать, ну, чтобы полоскать сидеть. Ну, была сегодня Диана, одному лучше тебе жить. Жень, знаешь же, что женщины такие, зачем нас оскорбляешь? Я не оскорблял вас. Чем я вас оскорблял? Сказал, что у вас демоны живут? Это вы считаете оскорблением? Мужчины еще тоже обсуждают еще как. Ну, это не мужчины, это так, это, блядь, сверестелки. У меня в окружении нет мужиков, которые вот сидим, блядь, чтобы мы сидели, обсуждали баб, такого нет у нас. Мы можем там что-то вспомнить, поржать и то это. Это мы тратим на каждую женщину по две секунды в разговоре. Александра, она... Диана, ты здесь? В эфир выйдешь со мной? Ответь, да или нет? Ну, сейчас ты можешь подключиться? Дайте Дианку подключу, блядь, где Дианка моя? Выйти в прямой эфир с Дианой. Писите попкорн, Дианку подсоединю. Да я люблю своего мужа, люблю своего мужа. И не могу с ним делать все, что захочу. И могу с ним... Да я люблю своего мужа, ты, люблю своего мужа. Бедная ты, блядь, так боишься, что он знает, что ты его не любишь на самом деле. Что я в два раза написала, что ты его так сильно любишь. И по бумажке не читаешь, запятая. Не переживай, все, ну что тебя трясет-то? Любишь и любишь, ради бога, мы-то не против. Хоть залюби его и делай с ним все, что хочешь. Это же твой муж. Ты так написала, как будто мы, блядь, на него претендуем. Или сомневаюсь о твоей любви. Нам вообще похеру, что у тебя там в семье. Да она написала. Диана, где ты, блядь? Ты что в натуре? Диана, ты что, на приколе, что ли? Объясни мне, пожалуйста. Ну я же тебя приглашаю, ты что отключаешься? Вот смотри, опять она какая-то офигенная. Выйти прямой эфир с Дианой. Диана, я опять отправил тебя за... А Диана не может присоединиться, пишет. Да, Диана, да. Не может она, или она меня отвергает. Не знаю. Диана симпатичная, несимпатичная, здесь не эта суть важная. Здесь другой момент. У нее очень интересная история. И мы ждем продолжения этой истории, понимаете? Диана сыпь. Диана, блядь, смелее многих мужиков. Диана сыпь. У нее там такие яйца, что я не знаю, как она ходит. Я обожаю твой прямой эфир. Но как можно отвергать тебя? Кто такая? Вы сейчас все узнаете. Диана, напиши, хотим. Да вон она строчит, блин, но я она не могу. Блин, ну кто такой любопытный? Ну вот сейчас, Валерия. Сейчас она подключится, и вы все узнаете. Что за история? О, это старая история. Полный газ, броя, я помню. Ну, привет, привет, Black Edition, Леся. Девки, вы такие на аватарке красивые все. Такие фотографии вы выставляете. А зачем вы выставляете не свои фотографии? Это неинтересно. Кстати, девочки, почему вы выставляете многие не свои фотографии? Я так думаю, что очень много замужних женщин. И у них такие есть свои потайные странички, где они просто пилят и пишут кому-то, за кем-то следят. Женская жизнь. Женская жизнь. Женская жизнь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. 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 Алексею Дубровскому. Алексею Дубровскому.